МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Анны Печенеговой. В начале выпуска коротко о главных событиях. Скорая, значит, добежит. Кемеровчанка перекрыла дорогу врачам, приехавшим на вызов. Лесные приключения в Кемеровском районе. Мужчина пошел за колбой и потерялся. Праздник закончился, подарки нет. Все портреты ветеранов вернулись к своим законным владельцам. Красота и доброта помогают детям. Участницы первого городского конкурса Мисс Кемерово 2013 посетили специализированный дом ребенка в областном центре. Карета скорой помощи не смогла добраться до больного из-за женщины. Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем проявления нездоровой наглости. В Кемерове на улице Тухачевского какая-то дама, владелица белого Ниссана, ехала впереди машины скорой. Потом остановилась и на глазах у медиков припарковалась посреди въезда во двор. Своим автомобилем она перегородила дорогу врачам. Работники скорой попросили женщину освободить проезд, но та их проигнорировала. Попросили отъехать, она проигнорировала нашу просьбу, взяла ребенка и ушла куда-то. Соответственно, мы пошли пешком с помощником. Это просто невозможно. Здесь встал от машины все, да? Хотя это не положено, по гражданскому законодательству не положено. Автомагазин едут, здесь становятся все. Скорая приехала не проехать. К счастью, этому мужчине помощь медиков не понадобилась, но ему пришлось обратиться в агентство защиты населения. 28-летний кузбассовец пошел в тайгу за колбой и заплутал. К походу он подготовился, взял с собой сменную одежду, немного еды, горячего чая, ножи и телефон. Вот только компас забыл, не думал, что заплутает. Накануне днем он вышел из дома, а уже через пару часов понял, что потерялся. По сотовому связался со спасателями. Вечером найти лесника не удалось, поиски возобновились с рассветом. Усилиями кузбасских спасателей из леса мужчина выбрался сегодня в 8 утра. 20 лет сюда ходил, сейчас полянку только сменил. В этом году, так обычно на другой полянке размещался, в этом году полянку сменил и все, на этой полянке спустил. Отшумели праздничные салюты в честь Дня Победы, но ветераны продолжают получать поздравления и подарки. Портреты поколения победителей от телеканала «Мой город» и юных кемеровских художников вернулись к законным владельцам. Об этом следующий сюжет. Музыкальная гостиная в доме-интернате для престарелых и инвалидов стилизованная копия квартир 50-60-х годов прошлого века. Старые пластинки, проигрыватели, фотографии любимых актеров. В этой комнате собрались ветераны войны и труженики тыла, которые волей судьбы оказались в доме престарелых. Встречи с собой нарисованными пожилые люди ждали. 9 мая мы очень хорошо провели. Мы пели, танцевать, конечно, мы уже не можем. Читали, телевизор смотрели, радио слушали, радовались за людей. Ветераны многие выступали. Очень хорошо. Нарисовать всего лишь портрет по сравнению с подвигом людей военного поколения кажется такой малостью и мизерной благодарностью. Но ветеранам и сотрудникам дома-интерната встречи с молодыми художниками-журналистами понравились. Наших пожилых людей, их никто никогда не рисовал. Для них самих это очень интересно, я думаю. Потому что художники, хоть они и молодые, начинающие, все равно приезжают сюда специально, чтобы сделать портрет. Они сидят, позируют. Я думаю, что для них это очень интересно было. И к тому же останется память, вот этот подарок, который сделан руками молодого человека. Все портреты нарисованы и розданы. Но продолжение обязательно следует, потому что девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» для послевоенного поколения не пустые слова. Наталья Токмагашева, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. Кузбасские школы могут легко взлететь на воздух, если того захотят террористы. Это показали внеплановые проверки. В образовательные учреждения высылали фотографии якобы преступников. А потом эти террористы, на самом деле замаскированные полицейские, легко проникали в здание, оставляли условные бомбы. Сегодня губернатор Роман Тулеев потребовал уволить директоров этих школ, а от глав территорий усилить меры безопасности учеников. А в Кемерове безопасности учили родители. Сегодня сотрудники ГАИ ходили по магазинам и просили взрослых не покупать своим детям мопеды. В рамках акции «Больше знаний, меньше аварий» они побывали в салонах, торгующих автотехникой. Продавцам полицейские раздали памятки с просьбой вручать их каждому покупателю. Ведь родители не думают, что ребенок может разбиться на мопеде. Инспекторы также пояснили, даже если юный мопедист останется в живых после ДТП, взрослым все равно придется поплатиться. Обязательно на место будут вызываться родители. То есть транспортное средство, мопед и ребенок вместе с ребенком будут передаваться только родителям либо законным представителям. И дальше будет работа вести с родителями, почему они разрешили. То есть ребенок сам не может сесть на мопед, поехать. Да, обязательно, ну, то есть тут участие взрослого. Ну и дальнейшее будет разбирательство по поводу всего. По-настоящему красивым может быть только добрый человек. Это подтвердили участницы конкурса «Мисс Кемеров-2013». Сегодня они посетили специализированный детский дом в областном центре. Девушки преподнесли малышам полезные и нужные подарки. Красота спасет мир, убедился Максим Аблендер. Участница городского конкурса красоты Екатерине Фельдман нянчится с детьми не впервой. Говорит, о друзей есть маленькие ребятишки, с которыми приходится возиться. Увидев подопечных детского дома, не скрывает эмоций. Очень хороший. Такой маленький. Я когда вижу, что обязательно возьму себе приемного ребенка. Знакомит конкурсанток с ребятами главный врач специализированного детского дома Сергей Иванович Букша. Говорит, большинство подопечных учреждения спустя некоторое время обретают новые семьи. Благодаря работе профессионалов дети идут на поправку, а такие визиты волонтеров вносят большой вклад в оздоровление. Все игрушки, особенно игрушки, которые обладают развивающими свойствами, то есть музыкальные игрушки, у которых многофункциональные, это, конечно, самое очень большое подспорье для наших ребят. И плюс, конечно, еще самое основное, это не подарки, а самое основное, вот то общение, которое сегодня получат ребята, общаясь с девушками, это многого стоит. Девушки в один голос говорят, как только узнали возможности посещения детского дома, сразу же согласились помочь малышам. Все хорошо отнеслись, так как все прекрасно понимают, что дети в этом не виноваты никак. Дети все одинаковые, неважно, в детском доме они живут, либо с родителями. Спустя час девушки прощаются с ребятами, побыть подольше не позволяет режим. Детям пора на обед, а участницам Мисс Кемерово на репетиции дефиле. Первый городской конкурс красоты набирает обороты. Впереди у девушек еще много работы и немало интересных знакомств и добрых дел. Но об этом в наших следующих сюжетах. Напомним, финал Мисс Кемерово 2013 состоится 7 июня в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Максим Абленер, Станислав Грушевский. Новости моего города. Еще больше подробностей о ходе конкурса Мисс Кемерово 2013 читайте на новостном портале sibdepo.ru. Найти аккаунты красавиц и попробовать завести знакомство с ними можно в группе проекта ВКонтакте. Ну а все, что осталось за кадром наших телекамер, смотрите в ленте фотографий в Инстаграме. Напомним, организаторы конкурса Мисс Кемерово, Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрация города и компания СДС Концерт приурочен проект 95-летию Кемерово. ВИП-партнер конкурса Коллегия адвокатов регион-сервис Генеральные партнеры Гриль-бар Пиплс Цветочная веранда Веросса Партнеры события Ювелирный салон Эстет Велнес-энд-спа-клаб Ривьера Ресторан Гриль-бар 42 Караоке-бар Труфальдина Центр красоты Дешели Свадебный магазин Невеста Ювелирный магазин Кристал Центр врачебной косметологии Золотая линия Компания Хитек Редактор субтитров А.Семкин